И первое слово, конечно, предоставляется Андрею Андреевичу Бирюсову по поводу того, чего мы здесь сегодня все собрались. Андрей Андреевич. Привет. Да, слышите меня? Да, да, прекрасно. Три года мы с вами вместе работаем, смотреть, как мы были вместе эти три года, что мы делали, мы вместе эти три года. Вот. А заодно хочется поговорить о том, как мы будем работать дальше вместе с вами. Я постараюсь оставаться и присоединяться в каких-то моментах, но, конечно, не смогу такую степень операционного участия обеспечить, как у меня было раньше. Вот. Там Саша Крайнов, ребята, параллельно пишут, что его там что-то на входе где-то остановили. Вот. А ну, заведите. Потому что без Саши нам совсем грустно. Так, можем сейчас материалы вывести? Мы тут подобрали с помощью ребят несколько слайдов. Такие, чтобы нам вспомнить о прошлом. Надо было лучше оставаться. Вот. Пошли на экран. Я вижу, как бы они очень много. Я даже вижу, что у нас демонстрируется. Смотрите, мы на самом деле, как я сказал, начали работать вместе с вами реально три года назад. Можно вот следующий слайд мне открыть. 3 октября 2019 года. Ну, то есть чуть-чуть больше, да. Хотели мы собраться совсем близко к этой дате. Ну, прям совсем-совсем в этот момент не получилось. Но 3 октября вот меня, уважаемый салпчатый, баллоквайкин, рабочий группы, в рамках нам совета «Новсоковой экономики», за что я, конечно, почти не благодарен. Вы классные три года. Мне было вместе с вами очень-очень интересно. Можем дальше. Здесь есть прекрасные люди на этой фотографии. Мы с Оксаной говорили буквально в пятницу. Она тоже там сказала, что если сможет, с удовольствием подъедет. Ну, так, что возможно, позволяет. Вот 18 октября мы провели первые заседания нашей рабочей группы достаточно быстро. Я думаю, что вы помните, у меня не осталась эта памятная фотография, когда мы собирались в башне. 50 человек в стол, там, потрясающе, я помню, когда собрались. Я посмотрел на него влево, посмотрел вправо. Господи, видны-то не все, как мы будем работать. Но, по-моему, получилось хорошо. Давайте дальше. Знать был Центр компетенции по Аутбер-Баху. Чуть-чуть, незадолго до этого, 24 сентября 2019 года, ребята назначили, Володя Аутбер-Баху. Я надеюсь, там в зале, да, Володя? Владимир подъезжает, сейчас будет, через 5 минут тоже. Будет. Все, короче, понятно. Ну, это Москва, без удивлений. Володя, Миша Спирский, Андрей очень много, мне кажется, работы проделали. Мне кажется, у нас ничего бы не получилось без вот такого хорошего сотрудничества и всех участников нашей рабочей группы, конечно же, да, и Центра компетенции, на которые мы всегда опирались. Давайте посмотрим следующий слайд. Что, и что еще одна важная века, да, важная века. 27 августа мы смогли определить паспорт Федпроекта. То есть, на самом деле, это где-то, ну, больше чем полгода работы, активный. Остаюсь очень интересной. Мне кажется, что вот, накунувшись внутрь этого процесса, я бы, как бы, чувствовал, что мы этот Федпроект все вместе, ну, в существенном мире написали. То есть, он вышел после наших обсуждений, наверное, совсем не таким, как он был где-то там в самом-самом начале. Давайте посмотрим в цифрах дальше. Много, много встреч было. Пик у нас пришелся на 21-й год. Ну, это и логично. В 20-м году мы занимались формированием этот проект. А в 21-м мы продолжали уже заниматься его практической реализацией и исполнением. В 22-м году, конечно, это разумно, чуть-чуть менее активнее, чем в 21-м. Ну, во-первых, дела было много, конечно, все понимаем, какая повестка была за нами, у всех участников. Но и, мне кажется, реализация этого проекта, о котором мы додумались в 19-м, в 20-м году, она, ну, вошла в какой-то операционный ритм. И это, может быть, еще один вызов для нас подумать, а куда же мы хотим идти дальше. Потому что, мне кажется, самое время начать думать о том, что будет дальше, что будет дальше в 24-м году. Это было бы сейчас очень правильно. Давайте дальше. У нас хорошие были оценки, что интересно. Они росли год от года. Обычно, конечно, наоборот, обычно, у нас все хорошо, а потом хуже. Ну, посмотрим, в 22-й год, как бы, какой оценок мы соберем. Но я считаю, что все оценки за три года работы группы, они хорошие. Говорят о том, что всем участникам было полезно, было интересно. Ну, наверное, это был наш основной коммитмент. И, наверное, основной результат того, что у нас сложилась команда, которая слушала друг друга, слышала друг друга. У нас было хорошее качество дискуссии, хорошее умение слышать людей друг друга, слышать оппонента. Были очень качественные, мне кажется, организовывались экспертные сессии. То есть мы стали хорошо работающими коллективом в своем месте, хотя, повторюсь, как бы, абсолютно на таких, на общественных началах сформированные, объединенные только интересом развивать страну в этом направлении. Можно дальше? Ну, и вот немножечко, как бы, в цифро-фактах шесть исследовательских центров ведущих мы с вами вместе выбрали, отобрали, сформировали. Я думаю, что действительно лучшие сейчас такие коллективы интеллектуальные умов, которые даже в тихой ситуации не оставляют своей работы, не оставляют исследований. Несколько тысяч человек начали обучение по образовательным программам, ряд медподдержки внедрили. Ну, и, в общем, это все достаточно неплохо встречалось в СМИ тоже. Я думаю, что это не единственные, это просто какие-то цифро-факты, которые мы взяли за последние три года, но еще один из важного, как бы, мы завершили и реализуем этот проект искусственного интеллекта. Есть концепция регулирования искусственного интеллекта к правительству, есть отдельная дорожная карта висково-технологическом направлении, искусственный интеллект, и модель компетенции, ну, проект модели компетенции в сфере ЕИ, которые тоже могут использоваться. Но вот самое время, наверное, здесь остановиться, поставить такую запятую и сказать, что очень хочется, чтобы мы, ну, и сегодня хорошо поговорили, ну, и, главное, в дальнейшем начали думать о том, а что же нас ждет дальше. Потому что явно в федеральном проекте все это направление работы должно быть какие-то изменения. Все-таки три года это большой срок в этой области, много чего произошло. Где-то мы видим, что делается то, что мы замышляли, где-то, возможно, наши предпросылки были не совсем верные. Я вижу открытость к диалогу со стороны, ну, безусловно, Центра компетенции, Минэкономразвития. Мне кажется, что у нас сейчас есть все возможности начать еще раз обсуждать, а что же мы хотим делать дальше. Вот. В связи с этим тоже хотел такое изменение анонсировать. Из-за того, что, как я говорил вначале, у меня очень высокая сейчас операционная нагрузка, я не хочу подводить нашу рабочую группу, я хотел предложить сформировать такой дуломбират у владителей. Я думаю, что никто не будет против. Дуломбират, как он и всем знакомого, Саша Крайнов, предложить в Лиге рабочей группы. Его напарники мне не знакомы, но очень хорошо знакомы у меня и человеку, которым я уверяю. Миша Крайнов из «Газпромнефта», он очень системный аналитический человек, его компетенции очень сильно пригодятся в решении задач разработки статегии развития и обновления федеральных проектов, вообще развития такого направления, как искусственный интеллект. Вот двум таким хорошо знакомым и горячо уважаемым мной людям хотел предложить передать от себя те полномочия, которые мне доверили три года назад и обязую всячески их во всем поддерживать. Ну и сегодня сессию, учитывая то, что я не смогу быть с вами в течение сессии, предложить помочь провести Володю Агребаху как представитель Центра компетенции, если он успеет, при надежных наших копилотах из «Анод цифровая экономика» Алексея Седрякова. И ребята уже присоединятся. Миша Крайнов в отпуске на этой неделе, но он как в основном онлайн, Саша, я надеюсь, пустили или будет. Ну вот, поэтому можно убирать, ребята, от соц.экрана. Поэтому нам хорошей работы. Если есть что сказать, ребята, скажите, я пока еще здесь вот подключу.